Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Весна вступила в свои права, но холода пока еще не думает отступать. Перед тем, как распланировать свой день, предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. Карачево-Черкесии облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, ночью снег, днем мокрый снег, дождь. Ветер север на четверти 4,9 метров в секунду, температура воздуха ночью до минус 10. Ветер север на четверти 4,9 метров в секунду, температура воздуха ночью до минус 8, днем 1,3 градусов тепла, ночью и утром на дорогах гололедица. Прекрасная возможность грамотно подать заявку на участие в федеральном конкурсе президентских грантов. Министерством по делам молодежи Карачево-Черкесии на базе каворкинг-центра «Дом молодежи» был проведен бесплатный двухдневный образовательный тренинг по проектной деятельности для общественных некоммерческих организаций. Особое внимание было уделено формированию и подготовке социальных проектов. Подробнее о тренинге узнавал Алихан Лепшоков. Нам очень важно, чтобы некоммерческие общественные организации нашей республики активно принимали участие в различных грантовых конкурсах. В течение двух дней представители различных НКО принимали участие в образовательном тренинге, где ребята могли узнать подробнее о том, как правильно подготовить заявку на участие в федеральном конкурсе президентских грантов. Заместитель министра по делам молодежи Карачево-Черкесии Расул Найманов подчеркнул, что это отличная площадка для получения необходимых знаний и, что самое главное, совершенно бесплатно. Сейчас до 15-го числа, до 12-го числа идут два крупных федеральных конкурса. И зачастую Карачево-Черкесская республика один из тех субъектов, у которых, к сожалению, не очень высокий уровень поданных заявок. Это говорит о том, насколько качественно они прописаны. И мы бы хотели бы как раз таки устранить эту проблему. Благодаря этому мероприятию мы бы хотели бы очень подробно пройтись по каждому из пунктов в этих заявках, чтобы можно было в соответствии с критериями отбора для тех, кто принимает решения на федеральном уровне. Наши заявочные формы, заявочные формы от представителей некоммерческих организаций, которые работают у нас, были бы достаточно прописанными и в этом смысле логически выверенными. Очень многие, к сожалению, представители НКО не могут правильно и грамотно оформить свои заявки. И наша задача не просто обучить этому, но и во время тренингов оформить их заявки, чтобы они могли принять участие в федеральном конкурсе президентских грантов, отмечает эксперт образовательного тренинга. Для нас очень важно, чтобы те проекты, которые мы оформляли, а они подавали, решали текущие проблемы их деятельности. Решали те социальные вопросы, которыми занимаются эти некоммерческие организации. И чтобы эти проекты настолько меняли и улучшали работу этих организаций, чтобы социальное проектирование вошло прочно, плотно в их деятельность. Очень много социально значимых идей, которые мы хотим реализовать, но из-за отсутствия необходимых знаний часто они остаются нереализованными. А здесь у нас есть возможность задать свои вопросы и получить навыки по формированию наших проектов, отмечает представители коммерческих общественных организаций. Сегодня я пришла на тренинг, чтобы эти знания узнать, освоить, и основываясь на эти знания, уже написать проект. Я очень надеюсь, что смогу принять участие в ближайших мероприятиях по проектной деятельности. И обязательно представлю свой проект. Эксперты будут полностью сопровождать проекты участников в течение всего образовательного тренинга, чтобы грамотно подать заявку на участие в федеральном конкурсе грантов. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия. В марте отмечается Всемирный день гражданской обороны. Когда возник день гражданской обороны, каким образом организована гражданская оборона России и Карачаева-Черкесии? Как идет подготовка населения в области ГО? Кто обязан обучаться гражданской обороне? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой ответит начальник учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Карачаева-Черкесии Зульфия Тибуева. Доброе утро всем! Доброе утро, Зульфия! Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. А повод для нашей встречи – это Всемирный день гражданской обороны. Мы, конечно, с детства знаем, что такое гражданская оборона, но сейчас отрадно то, что об этом опять много говорят, много делается в этом плане. В марте отмечается Всемирный день гражданской обороны. Хотелось бы узнать о возникновении вот этого дня. Этот день возник еще не… Этот день – это день принятия устава Международной организации гражданской обороны. Но начало этой организации ведет с 1831 года, со времен создания Женевских зон. То есть была такая организация Женевских зон, которая предполагала наличие таких территорий, зон, где бы не трогали мирное население во время военных конфликтов. То есть это те зоны, где могли укрыться беженцы, где могли оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время военных действий, раненым. Вот это все подразумевала организация Женевских зон. Впоследствии в 1958 году она была преобразована в Международную организацию гражданской обороны. И в состав этой организации позднее вошла и Российская Федерация. То есть там более 50 стран-участников этой Международной организации гражданской обороны, основной деятельностью которой является именно защита мирного населения, предоставление вот таких убежищ, таких зон, где они могли бы уберечь себя от военных конфликтов. Также подразумевает работу Красного Креста, чтобы были зоны для работы Красного Креста, где они могут оказать медицинскую помощь пленным, раненым во время боевых действий. Почему 1 марта? Именно 1 марта был принят устав этой организации, где были прописаны все направления этой деятельности. То есть эта организация создана для того, чтобы защищать мирное население во время военных действий, во время военных конфликтов. Хотелось бы узнать о том, как организована гражданская оборона в Российской Федерации и в Карачаево-Чешкисии. Что входит в эти мероприятия? Ну, гражданская оборона у нас в стране в целом, и в частности в Карачаево-Черкесской Республике, она ведется заблаговременно. То есть заблаговременно создаются защитные сооружения, где может укрыться мирное население, убежище, укрытие. То есть это все для населения. Вообще в гражданской обороне есть 15 задач, которые планомерно, заблаговременно выполняются. И все должностные лица, организации, муниципальное образование, органы исполнительной власти, они все заблаговременно готовятся к возможному военному конфликту, а именно защите мирного населения во время военных конфликтов. То есть это и оповещение, это и готовность людей, чтобы они знали, что делать. Это и применение средств индивидуальной защиты, борьба с пожарами, предоставление коммунальных услуг, чтобы люди знали о том, что они защищены. Единственное, что это все ведется заблаговременно и не так сильно афишируется. Поэтому население, мирное население думает, что ничего не делается. На самом деле это огромный объем работы, который проводится планомерно из года в год, вот уже много лет, чтобы быть в готовности защитить население страны. Скажи, пожалуйста, а как население подготовить, как их обучить этому? Есть какая-то вот система для этого? Да, у нас есть целая система подготовки населения. Есть постановление 841, в соответствии с которым население, абсолютно все слои населения должны быть подготовлены. Это и включая должностные лица, то есть те, кто исполняет какие-то роли, мероприятия в гражданской обороне. Они готовятся в учебно-методических центрах, в МЧС России проходит подготовку. Дальше идет все работающее население по месту работы, они проходят инструктажи по гражданской обороне. То есть им уполномоченные работники по гражданской обороне доводят, где укрываться, что делать, что делать, если ты услышал сирену, какой-то сигнал услышал, то есть порядок действий. Дальше для школьников есть у учащихся средних и высших тоже профессиональных образовательных учреждений, есть такой предмет ОБЖ, где им тоже рассказывают про гражданскую оборону, где они знают, что делать. Немного слабее в этом отношении у нас неработающее население. Да, мы проводим эту работу, стараемся довести до них, что делать. У нас два раза в год проводятся проверки системы оповещения, звучат сирены. К сожалению, не все люди знают, что делать. А мы стараемся в учебном центре донести информацию, что нужно включить телевизор, что вам по телевизору скажут, что случилось, что делать, куда идти, куда бежать. Также стараемся собрать неработающее население в небольшие группы и проводить с ним прям инструктажи по действиям в гражданской обороне. Честно говоря, то, о чем вы рассказываете, я помню только со школы. Я считаю, что все должны обучаться. А кто должен это преподавать? Ну, смотрите, про работающих понятно, да, это им проводят на местах уполномоченные работники. С учащимися тоже понятно. С населением, которое не работает, не учится, то есть вот эти слои населения, которые не работают, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, с ними должны работать органы местного самоуправления. Для этого создаются учебно-консультационные пункты. У нас есть в каждом муниципальном районе учебно-консультационные пункты, где может население прийти и узнать что-то, почитать. Раздаются памятки постоянно населению, стараемся проводить передачи, видеоуроки, прямые эфиры, ну, чтобы как-то донести до людей, что же им делать, если вдруг они услышали звук сирены. Даже сейчас, читая в соцсетях, понимаешь, что люди слышат сирену, но они не знают, что дальше делать. Ну, как бы вот цель донести до всех хотя бы вот этот минимум знаний, который нужен. Какова роль в реализации задачи гражданской обороны? Ну, роль нашего учебно-методического центра в реализации задачи гражданской обороны мы выполняем самую первую задачу. Самой первой задачей гражданской обороны является подготовка населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и при введении мероприятий гражданской обороны. Это основная цель нашего центра. То есть что мы должны делать? Готовить. Первой целью у нас является повышение квалификации должностных лиц, чтобы они могли дальше передавать эту информацию. А также вот с 21 года, вернее, с 22 года мы в 21 году готовились, разрабатывали программы, графики, работы с неработающим населением. И уже в этом году мы осуществляем выездные мероприятия. Простите, вы сейчас уже рассказываете про свой учебно-методический центр, да, который вы возглавляете? Мы готовим население. То есть мы занимаемся подготовкой населения параллельно с муниципальными образованиями. Это новый центр? Нет, центр у нас существует довольно-таки давно. Занимались повышением квалификации должностных лиц. И теперь с этого года мы начинаем работать с неработающим населением, чтобы передать им знания о том, что нужно делать. В случае, если услышать сигналы гражданской обороны. Ну вы можете несколько вот таких ценных рекомендаций дать? Ну, самая ценная рекомендация будет какая? Вот услышали звук сирены, возможно, услышали сигнал следом. Звучать будут два слова. Внимание всем. В этой ситуации все, что нужно сделать человеку, это включить либо телевизор, либо радио. Потому что начинается перехват телерадиоэфира, и идет информация. Появляется заставка, идет информация о том, что случилось и что нужно делать. Ну, сейчас, пока мы проводим технические проверки систем оповещения, люди должны быть готовы к тому, что они могут услышать другую информацию. То есть им могут сказать другие сигналы, допустим, химическая опасность, воздушная опасность. Ну вот такие вещи, это то, что должны знать все. Хотя бы вот этот алгоритм. Услышал сирену, включил телевизор, послушал, что сказали. Угу. Немножко жутко звучит, но дай Бог, чтобы мы это слышали мало и даже, и лучше никогда. Да. Я благодарю вас за вот эту подробную информацию и желаю вам успеха в вашем нелегком труде. Спасибо вам. Спасибо. История современности изобразительного искусства Карачева-Черкесии. В Северокавказской государственной академии открылась Всероссийская выставка творческих работ, посвященная 100-летию республики. Мастерство художников оценил и Корчаби Джиев. Пожалуй, нет человека, который был бы равнодушен к искусству. Ведь искусство неисчерпаемо, как жизнь. Главным средством выразительности в живописи является цвет. Яркие образы дарят палитру эмоций рядовым ценителям творчества, которые, созерцая картину, могут не только получать эти эмоции, но и видеть внутренний мир самого художника, создавшего и передавшего его на холст с помощью кисти и красок. Выставка истории и современность изобразительного искусства Карачаевой-Черкесии открылась в стенах Северокавказской академии при участии факультета дизайна и искусств. Приурочена она к 100-летию республики, но и имеет международный акцент. На экспозиции представлено творчество мастеров живописи. Представленные работы художников из Карачаевой-Черкесии были достоинством оценены Мексике и Греции. Почетный сотрудник Российской академии художества, а также ЮНЕСКО Греции Ирина Бондарь передала дипломы всем тем, кто участвовал в выставке за рубежом. Правильно говорят, искусство – это философия жизни, это философия каждого человека, его видения. И как хорошо, что у нас есть возможность именно показать внутренний мир, внутреннее содержание человека глубоко и дает возможность самому человеку, который ведет эти работы, задуматься. Это эстетическое восприятие, это эмоции невероятные, это сила, мощь. Ни одна картина не оставляет равнодушной. Искусство живописи дарит не только эстетическое удовольствие, но и эмоции радости, печали, ощущения любви и ненависти. Существует огромное разнообразие стилей и направлений в изобразительном искусстве, такие как академизм, авангардизм, анималистика, аппликация, лучизм, минимализм, натюрморт и многое другое. Конечно же, все это влияет на аспект существования жизни человека. Кстати, на выставке представлены и работы нашего коллеги, художника, телеоператора Алия Бастанова. Они будто наполнены энергией, которая не позволяет увести свой взор. Международная ассоциация, союза художников, творческого союза, это маститые художники. А наши студенты сегодня, видя их работы, есть на что равняться. И в будущее они смотрят и представляют, к чему они должны стремиться. Это, конечно, большое, я скажу так, учебного процесса работа идет. Первые оценили выставку студенты факультета дизайна и искусств Академии. Мне понравилась сегодняшняя наша выставка, поскольку каждая работа несет в себе свой смысл. И по этим работам, если всматриваться в каждую, можно определить, понять, что испытывает художник в период, когда пишет эти свои работы. И если их сравнивать, абсолютно разные эмоции. Где-то радость, где-то грусть, где-то счастье. И очень много их, этих эмоций. Поэтому, мне кажется, за пять минут просмотреть выставку просто невозможно. Все картины очень прекрасны. И когда ты смотришь хотя бы на одну из картин, ты можешь прочувствовать, какие эмоции были у художника, когда он писал эти картины. Мне нравится то, сколько человек на это потратил времени, сколько у него усидчивости, терпения. У меня столько нету, я хочу этому научиться. У меня есть идеи, но я не умею их воплощать. Это мы здесь и учат. Выставка будет работать до 31 декабря. Вход свободный. Любой ценитель живописи может порадовать себя и посетить ее с 9 утра до 5 вечера. Харча Биджиев, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Несмотря на вводимые санкции и запреты показа мировых блокбастеров в нашей стране, кинотеатры радуют российскими новинками кино или же повторяют бестселлеры прошлых лет. Что же сейчас идет на большом экране и не только, узнавала наш обозреватель Альбина Курочинова-Кенжева. Ей слово. Доброе утро, студия. Доброе утро, дорогие телезрители. Кинотеатры не перестают работать, а продолжают скрашивать наш досуг. И вот предлагаю вам список фильмов, которые можно посмотреть на большом экране и не только. Любители аниме могут насладиться фильмом «Мой сосед Тоторо». Сестры Сацуки и Мэй переезжают вместе с папой в деревенский дом. Однажды девочки обнаруживают, что по соседству с ними живут лесные духи, хранители леса, во главе со своим могущественным и добрым повелителем Тоторо, который станет другом девочек. Далее в нашем списке российская комедия «Хочу замуж». У журналистки Любы все идет по плану. Работа ведущей на ТВ – успешный и богатый жених Роберт. Все катится к чертям, когда у Любы садится телефон, и она просит позвонить случайного прохожего. Эта встреча запустит череду событий и поменяет их жизнь. Семейный мультфильм «Лунные приключения» не оставит равнодушными детей и взрослых. Юная девочка и ее старший брат отправляются в невероятное путешествие в другие миры. Оказавшись в стране, спрятанной в облаках, они знакомятся с чудесными обитателями волшебного замка и великолепной королевой Луны. А на нашем канале сегодня в 21.20 стартует исторический сериал «Елизавета». Первый император, всероссийский, последний царь в Сеяруси Петр I перед смертью переписывает завещание и оставляет управление страной любимой младшей дочери, 16-летней Елизавете. Но юная цесаревна мечтает о совсем другом. На этом я прощаюсь с вами. Желаю приятного просмотра и отличного продолжения дня. До встречи. Завтра в это же время жду вас у телеэкранов, но в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей» с Шерифат Левшоковой. Хорошего продолжения дня. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok